Уважаемый Верховный суд, мы вынуждены обратиться с на высокую инстанцию для того, чтобы добиться реабилитарной правде и восстановить справедливость, связанное с формированием нашего списка. Это впервые за многие последние годы. На выгоду вышли сроки для его патриотического объединения, которое вошло в 56 организаций, начиная от молодежи, до писательских, военно-патриотических, целый ряд ведущих активных и общественных объединений, которые вошел за новый социализм или женщины социалистической ориентации. Я хотел бы, прежде всего, обратить высокого суда внимание на следующее. В Ленинском районе, в котором работали предприятия Павла Николаевича Остаркова Сенелея, было 15 групп на Харею. После тех вороводных указов, которые принял Ельцин, чертеноскожательные делели на куски, расстроны, их линии. Они просто уничтожили. Тети, рассованные по карманам, расправлены в обшоры, убиты в уникальное производство, по настройству изможността, в зависимости от полных современных операций, некоторые которых в датах не достигают. Пусть считаем, что в Киеве, в первые, в нашей новейской истории, нашелся коллектив, возглавляли Павла Николаевича, который отказался делить это на куски и рассолнух терманов. Они приняли, на мой взгляд, исключительно ладо решили сложить все купленные капиталы и направить их на три главных целей. Первая цель создать современное, самое эффективное предприятие, которое рядом с огромной столицей может работать на самом высоком уровне и обеспечить столицу лучшими и очень качественными товарами и продовольствия. Вторая цель создать производство, которое питает лучшие и новейшие технологии. И третья, создать социальную и уникальную базу и платить высокую закладку. Нам удалось уберечь этот коллектив, несмотря на то, что земля эта 2000 гектаров оценивалась примерно за 50 тысяч долларов за сотку, на нее было 6 рейдерских атак. От всех 6 рейдерских атак удалось отбиться. Но последняя атака идет в течение трех лет после президентских выборов в совершенно надуманных билах. Хочу напомнить, что народные коллективные предприятия были созданы после дефолта, который обвалил финансо-экономическую систему России. Тогда в районе, если строил 12-14, полного до конца войны, отволоченный валютный резерв был всего 8 миллиардов. И тогда казалось, что страна уходит в прибытие. Нам, благодаря тому, что леопатриотические силы объединились здесь с Примоковым и Слеповым и Нерасченко, удалось создать правительство, которое тащило страну от края пропасти. Мы считаем, что это правительство прежде всего оказало помощь производству и приняло закон о народных коллективных предприятиях. Хочу, чтобы вы все это внимательно услышали. Почему? Потому что народные коллективные предприятия, в данном условии тяжелого системного кризиса, оказались самыми эффективными и успешно работают и сегодня. Что касается кризиса, который потом достиг страну в 2008-2009 годах, мы тогда из 20 ведущих стран упали ниже всех. Спад производства состава ПВП 10%, промышленность 15%. Но особо подчеркнув, что ни одно народное предприятие и был создан более 200, не показало спада, а ни наоборот, летательскому страну в самых сложных условиях. В 2012 году, после встречи с президентом и обсуждения его государственной дуги, были приняты 12 указов, где поставлена была задача преодолеть кризис и создать благоприятные условия для роста зарплаты, вытащить страну из бедности и всем делать для того, чтобы остановить выиграние. Ваша честь, хотел бы обратить внимание на следующее, потому что это касается каждой семьи, каждого человека. И предусловно выполнение важнейших указов президента, которые поставили задачу, чтобы страна вошла в пятерку, чтобы преодолела вымирание и бедность, и отстроила новейшие технологии. И чтобы в полтора раза была увеличена зарплата. С тех пор средняя зарплата выросла на 5%. А в Санхозе Ленина увеличилось в два раза, с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей в настоящее время. Более того, только за прошлый год Санхоз, он никогда не брал ни копейки в государство, заплатил налогу 500 миллионов. Это одно из самых эффективных предприятий не только в России, но и в Европе. Была поставлена президентом задача в полтора раза увеличить производительность труда. Она выросла в столь бары меньше, чем на 4%. В Санхозе имени Ленина механизировано и роботизировано все производство. Там впервые в России была создана ферма роботизированная, которая оказалась победителем, чемпионом на 107 смотров и конкурсах. Мы приглашали, в том числе и руководителей мной. Когда приезжало около сотни руководителей фермы, они восторгли, были иностранные делегации. Они удивлялись, что мы так быстро освоили то, что сегодня не распространяется целый государь. Речь шла о вымирании страны. Для нас эта трагедия. С 1991 года только русские потеряли 20 миллионов человек. Моя родная область Орловская, где решался исход Великой Отечественной войны, где похоронено 600 тысяч человек. Там были самые жесткие сражения. После войны, в результате этих, так называемых, гиберальных рекорд, потеряли 170 тысяч человек. Так вот, со входа Ленина, это единственное место вокруг Москвы, где население все время молодеет и не бывает. В прошлом году, в первый класс, пошло 9 классов комплекта. Можно приехать, посмотреть на счастливые детства. Для детей создано все необходимое. И бесплатные детские великолепные сады, и уникальная школа, и детские пары по мотивам Сталя Кушкина, и профориентации, начиная со второго класса, и агротуризм, который познает, где люди живут счастливо, где им хочется жить, работать. И вхождение в Питер. Президент абсолютно правильно, вступая в Думе, сказал, мы сегодня 12-й. Если так, с такими темпами пойдем дальше, а мы за 10 лет имеем темп меньше 1%, мы будем 15-й. Нам никто считаться не будет. Совхоз Ленина в это время показал в два раза темпы выше, чем мировые, а не около 3-4% процентов. Мы считаем, что в данной ситуации речь идет не просто о гражданине Грудин, речь не идет о талантливом руководителе, о уникальном опыте, о опыте народных предприятий, которые возникли после дефолта под руководством Примакова Елене Васильевича, одного из талантливших руководителей нашей страны. Мы вместе с ним, поскольку у нас во фракции много лет работал, вытаскивали страну. Мы тогда в тот год дали промышленности плюс 24%. Не понравилось тем, кто душит страну, кому нужна. И стали душить клуб член и народные предприятия. Я был крайне удивлен, что снова возник этот вопрос. Мы, собравшись все на народный патриотический совет, сказали, мы идем на выборы не для того, чтобы красоваться и политизировать, а мы идем с уникальным опытом, который представлен в стране, потому что он спасителен для нее сегодня. И этот опыт, кстати, по моей просьбе, президент я представил, я вам вручу тоже вашу честь, опыт работы, уникальный опыт. Я представил президенту, предпринимательству, в Думе государственной не сказал, пригласил туда, приезжал в комитет по аграрной политике. Там большинство, идиная Россия, и в Астове, они смотрели с удивлением, и с радостью, более того, президент официально на моем письме поставил резолюцию обобщить и показать всей стране. Проводим всероссийский семинар. Выступает Академия Кашин, у нас председатель комитета, вам мой заместитель. Вот. Выступает Павел Николаевич Городилин, Казанков, Мария, у нас лучшие предприятия, такого же профиля, и целый балл, все главные пункты в Европе, и Уссолье Сибирское, самые успешные предприятия в Сибири. Все страны смотрят, все аплодируют, все довольны, все говорят, выполняют поручения и президенты, и правительство. Не успели закончить этот семинар, появляются люди из прокуратуры, я никого не обвиняю. И начинается рейдерская атака, седьмая, это предприятие, которое является лучшим в стране. Захватили Дом культуры, с грязными сапогами залезли, выгнали откуда детей. Я обратился в Думу, давайте создадим комиссию, проверим, и остановим их предел. И счастливы там сидят. Но дальше я открыто обратился к гражданам страны, на Совете Патриотических сил, и 197 депутатов, все депутаты нашей Государственной Думы, многие предприятия, и 54 организации, официально обратились, президенту, Совет Безопасности, все право-соорганизации, давайте создадим комиссию, проверим, если есть политарь, говорите порядок, но речь-то идет об очередном рейдерском захвате и расправе над коллективом. Я вот это сказал, выступая с трибуны, мы этого не допустим. Повторение веки в 90-х, это трагедия для страны, мы этого не допустим. Будем действовать в рамках закона, добиваться на всех судебных инстанциях и на улице, но мы не допустим, чтобы уничтожили ту надежду, тот уникальный образец, который имеет сегодня страна. Самое любопытное, что судят самых успешных руководителей. Мне неудобно об этом говорить, вот у нас Казанков сохранил свое предприятие, там говорили, а так как под руководством главы Республики Маркелова, который сейчас сидит в тюрьме. Я принес в инстанцию документы и сказал, поручите, только не чиновник, поручите своей службе, где вы раньше работали, пусть расследуют, они проверили, там полный драм. Там тело, золотом они влезли, там журнодежка вошла. Но чтобы отбить то предприятие, Ваша честь, Харитонова, один из самых опытных наших депутатов, туда поехал, не пустили ни в один круг. Я делал телеграмму, стал, приеду разбираться, сказали, не приезжайте, мы вас тут не примем, мы разговариваем с вами не будем. Я говорю, это не ваше право, у нас есть закон, вы обязаны, я депутат, я углавляю, крупнейшую пакту. Я тот следствующий, Европа отработал. Нет, мы вас не пустим. Мы вынуждены были собрать со всей Волги две тысячи молодых людей и привезти в город и в хозяйство. Только для того, чтобы сохранить и отходить. Оно стало лучше. Но тем, кто ее душил, не нравится. Три года судили за то, что лучший руководитель Казанков, которым героям отдавали, сохранил это предприятие и сделал ее образцов. И он рекультивировал поле, забрал песочек соседних. Пять лет потребовали дать условия. Ну, суд пожимал плечами, дали два условия. Просто все надумали и продолжается это воздействие. Если бы она восстановилась, продолжается. В чем порочность решения Арктикта? Я уговаривал Александру, ее заместитель Буаев, все говорили. Вашего, если вы считаете есть претензии, вы регистрируете наш список, мы объединились, мы прошли все звенья, мы единогласно, впервые единогласно утверждем на съезде тайны голосования. Это наша общая воля. Вы не можете ее отменять. У вас нет аргументов. Вы утвердите, если у вас есть претензии, обратитесь в прокуратуру, вы нам справку приложили, за которой нет ничего. За это исправить. Не подтвердили. Вы говорите, это было в 16-17 году. Но в 18-м качестве кандидата в президенты от нашего объединения вы утвердили, Павел Николаевич, что вы у них предъявляли протензию, мы вам доказали, что они не состоят. Но тогда вы побоялись снимать. Почему? Потому что тогда правое к президенту пришлось соперничать Жириновский, Собчак и Шуравевну. Тогда вы утвердили, а теперь вы те аргументы и кварталы, за которые ничего нет, вы вытаскиваете только для того, чтобы не снять со списка. Вы не имеете права это делать. Утверждайте список, обращайтесь в органы, расследуйте, если докажете, вы сами принять решение. Поэтому тут на поцелу в чем порочность этого решения. На мой взгляд, это дискризирует президентский выигрыш. Я обращался к президенту, у него потерял их, наше заявление, к вам переходить. Оно разошло всем сенам совбета, потому что так нельзя поступать. Во-вторых, наказывают избирателей. Непал Николаевич за него голосовал на президентских выборах почти 9 миллионов человек. Избиратели определяют, кого избирать. Это их право гарактировать институции. Это очень такой конкретный сигнал бандитов. Добейте, додушите это предприятие. Чтобы додушить любое предприятие, надо снять толкового руководителя. Дальше все расставится. Это все известны. Вот для них продолжают. Я выступал в доме и сказал, вот сидит у нас петальтика, ищет парикатер, мы его знаем, вся прокуратура знает, и обратился к ген-прокурору. Знаю, что это за жулик, который скрывался на границе, искали мы его. Он возглавил эту группу пареньевскую заходу. Мы доказали, показали, и вдруг мы видим его представителя в ЦИКе, который достает бумажки, говорит он, он же участвовал в организации посадки сына Левченко, губернатора Иркутской области. Сам факт, что в ЦИК притащили представителей человека, на котором пробы стали делать, дезиспоритации в целом избирательной системы. Что касается русофоба инсоветчиков, страну душат со всех сторон. Зачем поощрять тех, кому она не нравится и не нужна? У нас на всех руководителей молодой виссанкции. Нас объявили врагом надо один. У нас пожидают страну изнутри. У нас рядом братство и Голоруссии чуть не задушили, слава Богу. Вовремя обратили руку депутата и президента в Союзе безопасности и принципах. Я обратился официально, в том числе и выступил и к лидерам, которые возглавили список Единой России, Шольгу, Головрову, ведь они прекрасно понимают, что происходит, а не члены Союзе безопасности. Мы пока не получили ответы. Четвертое. Опыт, который вообще одобрит президента, правительства, Академии наук, учеными, он не может быть задушен. В противном случае нам не на чем строить новую политику, выводить искривость. Исключительно важно профориентация. Посмотрите, что с подробностью с молодежью. Моя семья, у меня 10 педагогов, 350 лет учительств. Я сам начинал в сельской школе учителем 17 лет, окончил серебряной медалью, преподавал высшую математику и философию университета. Я когда увидел последний опрос, 56% школ готовы уехать из страны, не видят свету, они любят страну, но они не видят работы, не видят социальность, не видят возможности получить жилье. поедем с нами, посмотрите то, что у нас завтра может быть, поедете, вы увидите счастливых детей, вы увидите как они учатся, как они готовятся. В новой школе, которую мы взяли все лучшее на русско-советской школе, в этот стран объехали и построили образцовую школу, министры были в восторге все, они не видели такой школы, 10 классов кабинетов, которые готовят человека будущего, эта школа оказывается не так стоит, не так строится, мы попросили пристроить для начальных классов, не хватает места, два года не можем согласовать, чтобы пристроить с этим делом, только по причине, что этот образец не нравится, олега, ну и целом считаю особо вызывающей для меня, я выгоден был правил приятный ваша честь и близких и родных, меня 300 с лишним раз судили, я прошел эту жуткую школу в 90-х годах, когда с близкими начинают расправляться, это ужасно, мне у сына ломали квартиру, такие медвежатники, собрали полсотни фурналистов рассказать, еще не нашли, все перекрутили, ну вот травм остаются, что делать, а газеты не дай бог, которые выпускала администрация, Ельцина, он ходил в Финляндии, тиражом 15 миллионов из Ельцина, омерзителей на ощупь дали, когда мать увидела учительницу, она меня учила первые 4 года, я неделю откачивал, она говорит, что они пишут, какой они имеют оснований, куда они обращались, что к обстрелку, ну дело не в этом, нельзя повторять это вновь, вновь, у меня личный вывод и вывод у нашей команды мы распалкивали на руководстве партии нашими союзниками, ЦИП принял абсолютно неправовое и крайне опасное решение. Моя личная точка зрения, его надо ставить в разряд расстрела парламента и пренебрежение всенародным законам говорит, ряду о сохранении единой страны, потому что речь идет о попытке уничтожить то, из чего мы не вылезем из этого принципа. Вся уникальность опыта Грудинина в том, что он соединил современные предпринимательства с самыми новейшими технологиями, с уникальной социальной середой, которая создана для детей и стариков и женщин, великолепным жильем доступным бесплатным практически все за счет коллективного труда. И задачей в том, чтобы человек имел денег на рынке. У нас нет рынка, у нас бандитский базар, на рынке надо производить товары и получать хорошую зарплату. У него зарплата 100 тысяч рублей в очередь стоять, чтобы туда трудоустроиться. Кого наказывают не Рудинин, а наказывают Буршио. Кого отстраняют партию, в данном случае не просто партию. Мы в известном мире к этому привыкли. Для нас нет ничего нового, Ваша честь. У нас секретарь Абухова Соловьев, Абухов единственный доктор политологической наук в доме. Они понимали. Они выбросили из списка на выборах против Краснодара. Соловьева ранее судьей работал в Попоте, в Юрии. Они выбросили из списка под Тверей. Все надуманно, ничего там общего. Ничего общего. Близко. В свое время бывшим прокурором с Куратова у нас он шел по Бурятии выбросили только за то, что пропустил слово профессор. То, что он запасил, остался профессор. Вот он замерзил Левченко единственный губернатор, который прошел по нашим спискам. За 4 года удвоил в душе с 96 миллиардов до 213 урезонил черный пиццерок. Чипетизировали лес, заставили Леребасу платить нормальные налоги, поддержали народные предприятия. Только за то, что стал работать эффективно 150 сюжетов телепатологии программах и вынудили. А сына посадили сидеть подростки в тишине. Якобы помогал какому деловому человеку. Этот деловой человек ходит на воле и все остальное. А сын сидит почти год. Мы просили 196 депутатов, подписали официально просьбу выпустить Берем на руки. У него родился маленький ребенок, но я так не мог. На вещи сейчас сидит. Никто не ведет никакого расследования. Я смотрел, все делалось. Лучших юристов представили, которые меня защищали от Ельцинка и Комарили. Мне не все сфабриковали. Слава Богу, тогда подняли свой волос в защиту и Кобзон, и Говорухин, и великие писатели, Бондарев, Распутин целых. Они подняли волос, тогда кто-то может посадить. Но сидит ни за что абсолютно. У нас убрали в качестве кандидата шоу по Камчатке Брикову. Только за то, что он конкурент, дали 9 лет. Но потом схватили, сейчас вроде выпустили. Но все надумано, все натаскивано, все выглядит просто мерзительно. И сейчас против кандидатов двойников, однофамильцев. субриковали несколько партий, которые выставляют и продолжаются этот самый недостойный образ. Я считаю, что сегодня у вас в вашей сети решается во многом вопрос не о просто исправлении ошибки. Решается вопрос сумеем ли поддержать все разумное, грамотное, трезвое, эффективное, мирное, демократичное, профессиональное. Это исключительно важно в нынешнем войне. Я ждал послания президента, в котором он заявил, что будем ходить в пятерку, выйдем на высокие темпы мировые, все сделаем, чтобы одолеть нищету. А у нас 75 миллионов человек живет на 20 тысяч ниже. А дети войны, дети самые дослуженные в деревне 7-9 тысяч получают, а в городе максимум 12-14. Это нищета. Ждал как наступление на Орловско-Курске люди, провозгласили, договорились, встретились, он собрал в Кремлевском дворце, дал всем сигнал на высшем уровне. Ведем честно, открыто, делом, проходим выборы, которые стабилизируют страну. Это крайне нам всем нужно, крайне нужно. Эти шакалы, желают свой байдан организовать в Москве только для того, чтобы дальше душить страну, которая им не нравится. Мы сильные, умные, успешные не нужны. У нас есть уникальный опыт, созданный в самые лихие годы и времена. Если стал толковым и руководителем, обязанных защищать и поддерживать. Поэтому очень хотелось, чтобы во всем этом внимательно разобрать. Я предлагал ИЦИ, сказал, у вас есть разумное решение. Утеврадайтесь внизу, обращайтесь официально, расследуйте. Вы нам предоставляете документы, ничем не подтвержденные, которые еще были до президентских выборов. А теперь вы все это пытаетесь представить нынешний день. Ну и последнее. Мой личный опыт, я имею права на личное отсет в этом отношении. Я был очень горячей точкой. Это заключение. Я видел, как разгоралась Чеченская война 10 лет о Калказе 3-м. Я видел, как правовые конфликты хватили всю Среднюю Азию. Меня посылали расследовать ситуацию при Балсе. Мне даже давали охрану, чтобы я довел документы. Я когда видел беспомощность и без воли больших людей, которые свое благополучие личное поставили выше государственной целостности союзного государства, референдума и все остальное, у нас накапливается массовое недовольство населения. оно уже выплескивается во всем во всем в росте диким цен, которым недовольны. И пожары горим пять месяцев. Якутия вся республика сгорела, хотя все материалы были для того, чтобы это не случилось. Рядом Беларуси не горит, и Финляндия не горит, там тоже температура насла. Потому что в Беларуси больше лесников, чем у нас, всех вместе в Якутии работало 1800 лесников. За республикой летало две сотни самолетов. Любой дымок через 15 минут на месте и все затушено. Сейчас осталось 15 пожаров и 15 лесников. Что за один самолет тяжелый залетел и что-то затушил? 700 тысяч рублей они вылили. Сами в трубу вылетят с такой повестки. Репрезидент единичьим пришли надо давать срочно создавать это государство было осознанно еще Петром Великим. И не надо было разгонять она работала исключительно эффективно. У нас лес главный богатство мог бы давать при глубокой переработке 100 миллионов долларов в год. Надо только умно и грабо на хозяйстве. Урудительный завод Ленина хозяйство исключительно эффективно. Это главная причина почему пытаются расставиться. Я считаю, что в сентябре я отвечаю, что представляет председатель прокуратуру мое личное прощадрение. У граждан будет последняя возможность исправить мюнитием крайне драматическую ситуацию. Мы для того, чтобы прошло мирно и добровольно основе собрали в Орле международный экономический форум. Были представители всех научных школ и народных коллективов. Мы подготовили программу «Дейшка Волга-Стой». Мы под нее написали 21 производственный закон и бюджет развития. Наша команда внесла ей государственную думу все рассмотрены. Президентам абсолютно большинство поддержано. Если не будет опыта таких предприятий, которые возглавляют другими, то некому это реализовывать силы. Поэтому мы защищаем свое право идти с программой командой на выборы. Павел Николаевич Торбитаревский. Спасибо. Пожалуйста, послушайте. Можете сказать, у меня не участник первого седана. Я повторяю другую сторону.